Студенты Инженерного института Казанского федерального университета оказывают поддержку университетской клиники в борьбе с коронавирусной инфекцией. Подробности в следующем сюжете. Реанимационные палаты ковид-госпиталя университетской клиники редко пустуют. Интенсивная эксплуатация медицинского оборудования быстро изнашивает технику. Одной из деталей, подвергающейся серьезным нагрузкам, стал штуцер. Патрубок для соединения трубки и мониторы наблюдения за основными параметрами жизнедеятельности пациента. Разработка имеет коммерческий потенциал. Новые штуцеры прочнее существующих аналогов и позволяют заменять лишь часть вышедшего из строя оборудования. По словам Рамиля Кашапова, себестоимость такой детали небольшая, а разработали ее здесь, в лаборатории Инженерного института. За помощью обратились в студенческий научный кружок. Магистранты Ильфат Тимирбаев и Ильнас Шамиев предложили изготавливать деталь из нейлона с помощью 3D-печати. Так она получается цельной и устойчивой к нагрузкам. Пациенты у нас не сидят на месте. То есть при резких движениях они могут сломать вот этот штуцер. То есть получается, как он ходит? Он должен быть зафиксирован неподвижно, но из-за резких движений происходят такие вот переломы, грубо говоря, надломы. И один из этих ножек штуцера может сломаться. Как мы видим, оно легко вошло, плотно село, не шатается и из своего гнезда не вываливается. И просто так, допустим, его не вытащить. Таких мониторов в России очень много. Этот монитор производится в России. Мы хотим выйти на эту компанию производителя, предложить уже наши услуги, чтобы мы, допустим, наши детали были уже сертифицированы. И уже по всей России мы бы уже применяли, рассылали эти детальки. Вообще планируем, что наши студенты, которые участвуют в кружковом движении, которые делают свои разработки, они будут со временем создавать стартапы свои и уже уходить, допустим, в тот же самый технопарк, который создан при КФУ. В дальнейшем члены кружка «Адитивные технологии создания биоразлагаемых имплантов» планируют создать автоматизированные устройства электроспиннинга и одноразовые эндоскопические устройства. Ариана Кугушева, Александр Кузнецов, Универньюс.